Порой бывает полезно преодолеть комплексы и предрассудки. И есть люди, которые каждый день совершают свой маленький подвиг, становясь для окружающих образцами для подражания и вдохновляя нас смотреть в будущее с оптимизмом. Знакомьтесь, Толик Кацин из Красноярска. У него ДЦП в такой тяжелой форме, что врачи намекали родителям «откажитесь от сына», но они боролись вместе. Мальчика учили плаванию, конному спорту, а чтобы развить моторику, рук отдали в художественную школу. А это его работы, которые теперь успешно продаются через интернет-магазин. Клиенты у художника, между прочим, есть даже за границей. Виктор Романов о том, как целеустремленно 8-летний мальчик идет к своей мечте самостоятельно вывезти на прогулку любимую собаку. Это Толя, ему 8 лет. Он очень любит рисовать и играть со своей собакой. А еще теперь у Толи есть собственный интернет-магазин. Толя почти не говорит и с трудом двигается. У него ДЦП. Но каждый день это новая попытка сделать свой первый самостоятельный шаг. Для мальчика и его семьи интернет-магазин – это не прибыльный бизнес, а единственный шанс оплатить дорогое лечение, исправить ошибку врачей, запустивших тяжелую болезнь. А это Толины товары, точнее подарки, так он сам их называет. Тарелки, магнитики, футболки, кружки. Цены от 100 рублей до 1300. Я не маркетолог, мне как бы трудно судить. Ну, расходятся, но люди берут. Толины сувениры так быстро раскупают, что только за первые две недели работы необычного стартапа удалось получить 200 тысяч рублей. На лечение этого пока не хватает, но все равно создать такой бизнес в 8 лет, да еще и организовать два рабочих места. Толя нанял маму администратором, а папу – курьером. Я работаю у него курьером. Если буду себя хорошо вести, обещал повысить. Сами сувениры, конечно, заказывают у поставщиков. А вот рисунки на них – Толины, покорение высот, осень, огонь и самый популярный – солнечный жираф. Ура! А где классно? Поддержка сайта, заказы, доставка, бухгалтерия, реклама. Конечно, сам Толя бы с этим не справился. Помогли красноярские журналисты, узнавшие о его талантах. Зато теперь Толя Кацин – не только звезда сибирского интернета, но и самый молодой бизнесмен Красноярска. Правда, сам он считает, что это не главное. Главное, чтобы он мог так же рисовать, играть с собакой, а еще накопить на лечение и сделать свой первый самостоятельный шаг. Виктор Романов, Михаил Плохотник, Ратмир Абашев, Анатомия дня. Если кто-то из вас захочет помочь, то ли все необходимые реквизиты есть на сайте НТВ и в наших аккаунтах в соцсетях.